Фёдор Черенков. Безоговорочно самый уважаемый футболист в истории нашего футбола, игрок, которого обожал и почитал каждый болельщик вне зависимости от клубных цветов. Но знаем ли мы его историю по-настоящему? Историю невероятного таланта и стремительного взлёта, после которого, даже став самым популярным футболистом громадной страны, этот талант в первую очередь остался человеком, не растеряв свою прежнюю искренность, доброту и скромность. Знаем ли мы эту историю подлинной стойкости духа и по-настоящему героического преодоления выпавших на его долю трудностей? Причём ещё каких трудностей? Вот такой щуклый маленький мальчик, выходит на замену. Ну, где был похож на спортсмена? Черегов, почтовную площадку, просрел и первый мяч ворота. Это был Фёдор Черенков, великий Фёдор Черенков. Черенков, гол! Вновь Фёдор Черенков. Просто нет человека добрее, чем он, и воспитаннее, чем он. Потрясающий, милейший человек. Другого Фёдора Черенкова уже не будет. И когда спрашивали, Фёдор, как ты это мог сделать, он говорит, я сам не знаю. Итак, на дворе 70-е. Диско, рок-н-ролл и брюки-клёш захватывают мир. Время культурной революции, время начала разрядки в холодной войне. В Советском Союзе продолжается стагнация экономики, запускается антиалкогольная кампания и потихоньку начинается период застоя, который в конечном итоге приведёт страну к её последнему жизненному циклу. В советском футболе же 70-е прошли под знаком киевских «Динамовцев» с Лобановским во главе и с обладателем золотого мяча Блохиным в нападении. Всего лишь один раз за это десятилетие киевляне оказались вне медального зачёта, а основную конкуренцию в 70-е им оказывали другие «Динамовцы» из Москвы и Тбилиси. А вот московский «Спартак» после выигранного титула в 69-м на старте 70-х как-то прям резко сбавил ход и начал своё падение по таблице. Однако после нескольких этапов обновления команды, в 74-м, краснобелые сумели вернуться в группу лидеров и даже сумели ввязаться в чемпионскую гонку с киевлянами. Но уже спустя полтора года «Спартак» пережил крупнейшую катастрофу в истории клуба. Народная команда впервые вылетела из вышки. Клуб ожидала грандиозная перестройка, затронувшая даже создателя «Спартака» Николая Старостина, который был вынужден покинуть пост начальника команды. Новым тренером неожиданно был назначен кровь от крови динамовец Константин Бесков, который по итогу и возродил тот самый легендарный атакующий стиль «Спартака». И вот здесь-то как раз с вылетом, последующим назначением Бескова и курсом на большую перезагрузку и начинается история нашего героя в «Спартаке». Но сперва о спонсоре, без которого этот ролик не вышел бы в свет. Лига Ставок дает до 10 тысяч бонусов новым игрокам после регистрации, а также вы можете поучаствовать в акции лояльности «Ты бомбардир». Ставь на события с коэффициентом от 1,4, копи баллы и получай возможность выиграть кучу разных гаджетов, от айфона до макбука. Отличное предложение как раз под долгожданное возвращение российского футбола и конкретно Кубка России, на который у моего партнера представлена максимально широкая линия. Действительно есть из чего выбрать. Ищите все ссылки в закрепленном комментарии. Как раз в год вылета «Спартака» Федор закончил спортивно-детско-юношескую школу Олимпийского резерва «Краснобелых», которая, кстати, спустя 30 лет будет преобразована в академию и названа его именем. И по приглашению Старостина он перешел в дубль. Именно Николай Петрович первым в клубе разглядел потенциал этого юноши. И именно по его протекции Черенков задержался в дубле всего на один сезон, дебютировав за взрослую команду уже в 78-м, когда «Спартак» довольно уверенно вернулся в вышку всего спустя год отсутствия. Тут стоит понимать, что когда в клуб приглашали Бескова, перед ним ставили задачу не просто в кратчайшие сроки вернуть команду в высший дивизион. Нет. Он бы и сам на такую мелочь не купился. Глобальная цель заключалась в том, что «Спартаковцы» хотели, наконец, прервать гегемонию киевского «Динамо». Причем в расчет брался даже не результат. Это скорее было противопоставление философии. Что мощнейшее «Динамо» Лобановского брало своим прагматизмом, своей рациональностью и, конечно же, своей функциональной подготовкой. Перебегать в те времена киевлян было абсолютно невозможно. Это был четко отлаженный механизм. Настоящая машина, которая могла не только раздавить любого соперника в Союзе, но еще и без шансов прихлопнуть, например, Баварию в Суперкубке. Но бодаться с этим системным и обученным чудовищем Лобановского было себе дороже. Так что нужно было найти противовес. И поэтому Бесков начал выстраивать легкую, воздушную команду, которая играла бы на вдохновении. И ключевой фигурой этой команды суждено было стать именно Черенкову. Что за пацан? Физически слабый, худой, чуть ли не чешедушный. Что в нем нашел Бесков? 174 сантиметра роста и 58 килограмм веса. Антропометрические данные нашего героя в день его дебюта во взрослом футболе в Ереване. Впрочем, самого Федора никогда не заботила столь скромная антропометрия. И он с детства знал, что можно противопоставить физической мощи. Учитывая неудачный старт сезона и острую необходимость набирать очки без каких-либо экспериментов с игрой, Бесков не стал по ходу сезона прям как-то уж активно задействовать сильных молодых ребят, бывших в обойме. Но все же наиболее яркие из них, включая Досаева и Черенкова, провели этот сезон в качестве игроков ротации. Плохо стартовав, спартаковцы постепенно выровняли ситуацию и по итогу закончили турнир на пятом месте. По окончании сезона Спартак покинула большая группа важных игроков, включая Валерия Гладилина, главного мозгового центра и конструктора атак красно-белых. И ему на замену было решено не приглашать никого извне, а сделать ставку на Юрия Гаврилова, которому бы как раз и помогал креативный юный Черенков. Так что уже в межсезонье в клубе все-таки озаботились физическим состоянием Федора, и тренерский штаб разработал для него индивидуальную программу тренировок, чтобы в новом сезоне юноша смог вытягивать серьезную нагрузку и стабильно проводить полные матчи на длинной дистанции. Из первых же матчей в этой новой роли Федор проявил себя настоящим мастером нестандартных действий в атаке. Игроком с прекрасным видением поля и редчайшим комбинационным чутьем, который очень тонко чувствовал момент, когда нужно снабдить партнера обостряющей передачей. И он буквально вкладывал мяч в ногу своим нападающим. И если год назад стадионы по стране встречали выходы на замену этого щуплого и неказистого парня Лишу с мешками, то в сезоне 79-го года Черенков сделал свой первый серьезный шаг к завоеванию всенародной любви. По итогам шести туров того сезона красно-белые набрали всего лишь шесть очков и расположились в середине таблицы. Это была яркая играющая команда с новыми лицами, но никто всерьез не рассматривал ее в качестве претендента на какие-либо награды. Однако же все перевернуло встреча с Динамо. Столкновение тех самых двух противоположных философий закончилось уверенной хоть и минимальной победой Спартака. Причем красно-белые обыграли киевлян именно в игре в футбол, а не перебегали, пересилили или перетерпели. Эта победа дала команде мощнейший импульс, и к ответной игре Спартак поднимался и поднимался вверх по таблице. И вот конец сентября 79-го года, 26-й тур. Ответная встреча в Киеве, которая по-настоящему стала кульминацией того сезона. Красно-белые романтики снова уверенно бьют белосиних прагматиков и делают это еще более уверенно и на чужом поле. Именно после этой победы спартаковцы впервые в сезоне взбираются на первую строчку и выдают восьмиматчевую беспроигрышную серию, забирая по итогу трофеи спустя 10 лет. Это был важнейший юбилейный титул красно-белых, который доказал правильность выбранного двумя годами ранее курса. Черенков отыграл 33 матча, забил 4 гола и раздал целую кучу предголевых передач. Однако же развития чемпионских амбиций не произошло, и три года подряд спартаковцы заканчивали на одну позицию ниже киевлян. По ходу этих трех сезонов дебютировал в «Спартаке» Сергей Родионов, который впоследствии образует с Черенковым грозную связку в атаке и станет его самым близким другом. Ну и в течение этих трех лет, с 80-го по 82-й, последовательно увеличивалась значимость Федора для спартаковского футбола. А также к нему от Юрия Гаврилова постепенно переходил статус лидера команды. Старостин тогда отмечал, что с годами футбольный интеллект Черенкова продолжал развиваться, и он просто не поддается изучению и возможности как-то подготовиться к противодействию с ним. Он скорее играет на инстинктах. Кроме того, Федор еще по ходу золотого сезона 79-го года дебютировал в сборной, когда Никиту Симоняна на тренерском посту сменил Бесков, который пошел на это совмещение по сути по прямому указанию партии, которая ставила задачу хорошо подготовить национальную команду к домашней Олимпиаде 80-го года. И Черенков ярчайше заблистал в ходе подготовки к турниру. Особенно ему удались два товарищеских матча с французами и бразильцами на заполненной 130-тысячной маракане. Это как раз были первые серьезные свершения Федора на международном уровне. На Олимпиаде советская команда выиграла бронзовые медали, катком пройдясь по группе, но уступив в полуфинале сборной ГДР. Черенков записал на свой счет 4 забитых мяча и 5 голевых передач. Ну то есть на старте 80-х Федор основательно выходит за рамки известности и узнаваемости именно в околоспартаковском движении. В 21-22 года уже весь Советский Союз считает его одним из самых талантливых футболистов поколения. И предрекает действительно великое будущее. И при всем при этом стоит отметить, что вся эта резко свалившаяся на Федора слава нисколько не повлияла на его личность. Он как был скромным, интеллигентным, доброжелательным и немного застенчивым парнем, так им и остался. Большой ребенок, как его по-доброму, называли партнеры по команде. Федор никому не мог отказать в автографе или же простом общении. А когда его узнавали на улице, он просто дико смущался. Не хочется сейчас такой радостный день кого-то выделять. Я хочу еще поблагодарить всех зрителей, всех наших болельщиков, которые нас поддерживали, которые в нас верили. Мы старались не подвести их. Причем в те моменты, когда он не был под патронажем клуба, ну то есть в каких-то абсолютно бытовых, рядовых ситуациях, он вообще не использовал свой звездный статус. Наравне с другими отстаивал в очередях, пользовался обычными благами простого советского человека. И вот тут-то мы, наконец, подобрались к поворотному отрезку в карьере и жизни Черенкова. Невероятный, недосягаемый 83-й год. После бронзы в 82-м Спартак крайне неудачно начал новый чемпионат. И первый круг красно-белые закончили аж на девятом месте. Да и то еще повезло, что сольные перформансы периодически выдавали лидеры команды, включая Черенкова, что позволило собрать хоть какие-то очки в трудных играх. По ходу первой половины турнира, впервые с момента назначения Бескова, всерьез звучали призывы его снимать и обновлять команду. Однако же во второй части чемпионата Спартаковцы преобразились и вернулись в самый топ-таблицы. Более того, проведя 14 матчей второго круга без поражений, Спартак с двух ног влетел в чемпионскую гонку, которая решалась в трех заключительных турах, где команде как раз и предстояло сыграть с двумя конкурентами. Однако красно-белые сперва уступили минским динамовцам, а в последнем туре с треском проиграли будущему чемпиону в Днепропетровске. Ну просто максимально досадное серебро, учитывая абсолютно блестящий летний осенний отрезок, который многие вообще считают лучшим в истории Бесковского Спартака и персонально Черенкова. По завершении чемпионата красно-белым еще предстояло добивать сезон Кубком УЕФА. В те годы турнир проходил по формуле на вылет, без группового раунда, и в первом этапе Спартак уверенно разобрался с финским хиком. А вот в одной шестнадцатой российский клуб ожидал серьезнейшее испытание. Астон Вилла – действующий обладатель Кубка Европейских Чемпионов. После неважного первого матча в Москве, Спартак и его лидер предстали во всей красе в Бирмингеме. Несмотря на пропущенный уже на первой минуте гол, красно-белые владели преимуществом все 90 минут. На старте второго тайма Черенков эффектно счет сравнял. А в концовке еще и принес Спартаку блестящую победу, став главной звездой вечера. В одной восьмой красно-белые прошли Роттердамскую Спарту, но затем остановил это триумфальное шествие Черенкова и компании будущий финалист турнира Андерлехт. Ну и конечно же были у Федора в 83-м году яркие игры за сборную. Валевая победа над греками, разгром португальцев, яркий выезд во Францию. И это при том, что сборную перед отбором на Евро 84-го вновь принял Лобановский, который даже из Федора попытался наспех выпилить рабочую лошадку, но ничего у него по итогу не вышло. Но до всего этого мы еще дойдем. Однако же в решающем матче отбора советская сборная уступила в гостях португальцам и не поехала во Францию. Причем ничью, которая полностью устраивала нашу команду, на 90-й минуте мог принести как раз Черенков, попавший в перекладину. Но на подведение индивидуальных итогов сезона этот промах никак не повлиял. Так что Федор был признан лучшим игроком Советского Союза по итогам 83-го года. За этот год он провел 62 официальных матча во всех турнирах за Спартак и сборную. И абсолютно в каждом он выкладывался без остатка. Люди, знакомые с ситуацией, а также те, кто непосредственно находился внутри этой истории, плюс какие-то независимые медэксперты, считают, что именно такая эмоционально-физическая перегрузка и стала причиной последующих печальных событий, изменивших карьеру и жизнь Федора Черенкова. Впервые это произошло весной 84-го в Тбилиссе. На командном обеде за день до ответной игры с Андрелехтом Федор после пары ложек супа резко отодвинул от себя тарелку, заявив, что кто-то подсыпал ему яд. Он чувствует привкус металла. Партнеры по команде сперва расценили это как шутку, но спустя пару минут всерьез испугались, когда у Федора началась самая настоящая истерика. Он кричал на всю столовую, что его кто-то преследует, и он следит за ним прямо сейчас. Оперативно успокоить и привести Черенкова в чувство не удалось, так что Бесков принимает решение вывести его из состава меньше, чем за сутки до матча. Это приводит к еще более жесткому приступу, в ходе которого Федор чуть не выбросился из окна 16-го этажа в номере гостиницы. Здесь стоит вспомнить, что в перерыве первого матча с бельгийцами, где Черенков играл на непривычной для себя позиции на фланге, ему очень сильно напихал Бесков, кричавший, что капитан Андерлехта Веркоторан возит Федора весь первый тайм. И в концовке тренер еще и бросил в сердцах, может ты еще и автограф у него пойдешь возьмешь. Многие спартаковцы, слышавшие эту жесткую тираду, считают, что она и стала последней каплей, после которой началось обострение. В перерыве ответной игры Бесков пихал уже Гаврилову. И в этой суете и крике все потеряли Федора. Оказалось, что он пошел в раздевалку к бельгийцам. И придя на командный ужин после игры, он положил Бескову на стол программку с автографом Веркоторана и ушел в автобус. По возвращении в Москву начались различные обследования и осмотры. Но все врачи как один заявляли, что это был просто нервный срыв на фоне переутомления. Несколько недель отдыха и покоя, и все придет в норму. Такое объяснение устроило и клуб, которому, естественно, не хотелось надолго терять Черенкова. Так что спустя полтора месяца щадящей госпитализации, он уже вышел на поле. И в итоге попал в этот замкнутый круг. Приступ, спешное лечение симптомов, матч. В 1985-м после целой череды приступов Черенкову был поставлен новый диагноз – психическое расстройство, связанное с манией преследования. Основной причиной недуга называлась излишняя впечатлительность и требовательность к себе. Федор ведь все переживал внутри, не выпуская наружу. Интересно, что все эти приступы усиливались именно в четные года. После установки диагноза и вследствие этого применения новых методов лечения ситуация улучшилась, и Федор потихоньку стал обретать прежнюю форму. И он даже имел шансы поехать, наконец, на большой турнир со сборной. Однако перед чемпионатом мира в Мексике у него прямо на сборе национальной команды случился очередной приступ, который, тем не менее, удалось оперативно купировать. Но снова принявший сборную в 1986-м году Лобановский, наш горячо любимый апологет прагматизма и силового футбола естественно Черенкова от сборной отцепил. Если уж он в свои лучшие сезоны не устраивал тренера по работоспособности, то, прознав о ситуации со здоровьем Федора, Лобановский в рамках своих принципов, пожалуй, принял правильное решение. Вместе с тем потихоньку приближался конец бесковского «Спартака». Правда, сперва красно-белые снова выиграли золото в сезоне 1987-го года, где связка Родионов-Черенков настреляла 28 мячей. И именно во второй половине 80-х в «Спартаке» начинается смена поколений. Так что уже в чемпионском сезоне в основе появились новые лица – Шалимов, Мостовой, Шмаров и другие. Поэтому команда в момент перестройки никак не могла похвастать стабильностью. И уже в следующем году красно-белые сезон провалили, впервые с 1979-го года закончив вне призовой тройки. К тому моменту отношения Старостина с Бесковым были уже крайне натянутыми, если не сказать враждебными. Плюс старожилам команды не понравилось, что тренер затеял такие серьезные перемены, как будто бы на ровном месте. В итоге коллективным решением игроков и руководства Бесков в конце 1988-го был снят со своей должности. Эпоха бесковского «Спартака» закончилась, и начиналась новая эпоха. Решение назначить на столь ответственный пост неимевшего опыта работы на высшем уровне 35-летнего Романцева тогда казалось не то чтобы авантюрным, а скорее просто сумасшедшим решением. Вот только в первый же сезон молодой специалист снова привел «Спартак» к чемпионству. И во многом это получилось за счет того, что он с новых сторон раскрыл Черенкова. Пост чемпионский 88-й получился для Федора очень тяжелым с точки зрения эмоциональных терзаний и переживаний, в том числе и из-за ухода Бескова. И, пожалуй, этот сезон вообще стал худшим с момента его дебюта за «Спартак». Плюс в этом году он особенно не просто выдержал очередной курс лечения. Но Романцев проявил себя как весьма грамотный психолог, сумев каким-то образом так перезагрузить Черенкова после тяжелейшего отрезка, что он во второй раз спустя 6 лет с того рокового 83-го был признан лучшим игроком Советского Союза. И эта вторая индивидуальная награда была вдвойне ценней, потому что к ней Федор пришел через очень тяжелые годы борьбы с болезнью. И это был самый пик его футбольной карьеры. Но даже несмотря на звание лучшего игрока страны и периодические вызовы на товарищеские матчи, Лобановский снова не взял Черенкова на чемпионат мира. Хотя к тому моменту, как говорил сам Федор, ему вообще было не до этого. После этого самого выхода на пик он вообще с большим трудом пытался найти в себе новую мотивацию продолжать играть в футбол. По итогу Федор решил сменить обстановку и проследовал за своим другом Сергеем Родионовым во французский клуб «Ред Стар». Правда, эта командировка продлилась всего полгода. Скромный и простой он, конечно же, не смог прижиться в чужой языковой среде. А когда Родионов еще и получил тяжелую травму, из-за чего он все свое свободное время посвящал реабилитации, Федор вообще замкнулся в себе. В отпуск он полетел в Москву и так оттуда во Францию больше не вернулся. Романцев все-таки уговорил 31-летнего игрока пока не вешать бутсы на гвоздь. А Спартак порешал вопросы с «Ред Старом». Так что Черенков вновь стал красно-белым. Но, по сути, это был уже период доигрывания. Физически Федора перестало хватать на весь матч. В конце 91-го у него произошло самое сильное обострение за весь период болезни. И в итоге он полностью пропустил 92-й год. Но все-таки превозмогая свой недуг, Федор вернулся и провел еще один, последний сезон, ставший чемпионским, в котором Черенков периодически радовал публику вспышками своей былой гениальности. Осенью 93-го Федор завершил карьеру. По сей день он остается рекордсменом Спартака, проведя за красно-белых более пяти сотен матчей. Примерно через год после этого формального прощания было организовано уже официальное. На прощальный матч Черенкова на стадионе «Динамо» пригласили Парму Невиоскалы, одну из сильнейших итальянских команд середины 90-х. И это было, пожалуй, самое трогательное прощание в истории отечественного футбола. Перед матчем Федору зачитали приветственное письмо от президента Ельцина, Тамара Гверцители исполнила свою знаменитую песню «Виват, король, виват», а трибуны просто обливались слезами, прощаясь с легендой. Состоялось номер 10. Это тот номер, под которым Федор Черенков играл в московском «Спартаке». Ну что же, его так ласково футболисты и болельщики звали «Чирик». Номер 10. А мы так зовем Светлану Черенкову. После завершения карьеры Федор регулярно играл в матчах ветеранов, подружески снимался в российских ситкомах и, конечно же, пробовал себя в тренерстве. В течение пяти лет он проработал в системе «Спартака». И тут стоит понимать, что душевный недуг Черенкова ведь никуда и не делся, а тренерская работа с учетом его самокопания и требовательности к себе влияла на его состояние даже больше, чем в бытность игроков. Когда он анализировал внутри только лишь свои действия на поле. Когда снова накатывало, менялись клиники, но каждый раз Черенков выходил оттуда недолеченным. Вновь его срывали на ветеранские матчи, юбилейные встречи, интервью, не говоря уже о тренерской работе. Брат Федора считает, что очень хорошо на него повлиял монастырь под Иваново, где «Спартаковец» проводил очень много времени в начале нулевых. А какое-то время он даже жил там и помогал по хозяйству священнослужителям. С тренерством в конечном итоге Черенков решил закончить еще в начале нулевых, не желая быть для родного клуба абузой и занимать место более талантливых специалистов. И здесь опять же стоит помнить, что Черенков обладал такой бешеной популярностью, что даже после окончания карьеры при желании он мог бы стать сказочно богатым человеком, обеспечив себя на всю жизнь простой эксплуатацией своего имени. Но тогда это был бы не Черенков. В интервью «Спортэкспрессу» в 2007 Федор признавался, что спокойно живет на зарплату в 13 тысяч рублей. А еще что он до сих пор не понимает и не признает свою популярность. «Я просто занимался делом всей своей жизни и занимался им так, как умел», — говорил он. Федор Черенков, народный футболист и кумир миллионов, регулярно передвигался на метро, сливаясь с толпой, с неприметным рюкзачком за спиной. Его теперь, конечно же, меньше узнавали, но он все равно никому не отказывал в беседе или фотографии. Даже в солидном возрасте он не потерял свою прежнюю доброжелательность к людям. А в рюкзачке, кстати, всегда были подарки для тех людей на интервью или встречу, с которыми он приезжал. Никто не уходил от этого светлого человека без подарка. Спасибо огромное. Да не за что. Если я был вам полезен и интересен, то я был просто рад. Вот и все. Это все, что останется после меня Это все, что возьму я с собой С нами память сидит устала А в руке ее пламя свечит Ты такой хороший была Посмотри на меня, не молчи Крики чайки на белой стене А кольцованы черной луной Нарисуй что-нибудь на окне И шепни на прощанье рекой Это все, что останется после меня Это все, что возьму я с собой Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова